Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Наталья Савинова, компания SberDevices. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Вы сегодня еще были спикером нашей деловой сессии, но давайте об этом чуть попозже. Давайте расскажите, пожалуйста, о компании SberDevices. Чем вы занимаетесь, что представляли интересного? Ну, как следует из названия, мы делаем девайсы. Мы делаем умные устройства. За прошедшие два года мы выпустили четыре устройства. И в этом году тоже обязательно порадуем вас чем-нибудь интересным, эдаким. На наших устройствах работает наш виртуальный ассистент Салют. И, в частности, я занимаюсь тем, чтобы он помог нашим пользователям заказывать еду, продукты, одежду, обувь, что угодно. Помог сделать эти заказы, чтобы вам привезли все с доставкой, вам не надо было ходить в магазин. А вы могли бы голосом вот этому ассистенту рассказать, что вы хотите, и он бы вам что-то подобрал интересненькое. Как же здорово! Будущее, которое уже наступило. Ну, да, своего рода. Знаете, такое продолжение истории про человека, который говорит с телевизором. Можно теперь продуктивно поговорить с телевизором и в результате оказаться в новых кроссовках. Если раньше он просто хорошо слушал этот телевизор и не мог тебе ответить, то теперь сможет и ответить. Да, да, в этом и идея. То есть он не просто тебе отвечает, да, что-то и поддерживает с тобой диалог, хотя это тоже важно после рабочего дня, когда ты приходишь, да, это может быть очень важно. Но он еще такой сервисный ассистент, то есть он может тебе помочь, какие-то твои проблемы решить, там, ну вот поесть или там что-то одеть, там, заказать, да, или, там, не знаю, кино какое-нибудь новое посоветовать, которое тебе посмотреть. Расскажите, пожалуйста, о сессии. Насколько я понимаю, там была какая-то интересная у вас тема. Пожалуйста, чуть подробнее. На сессии я сегодня рассказывала про нашу технологию компьютерного зрения Layer. Изначально она появилась для того, чтобы мы могли нашим пользователям во время просмотра каких-то, опять же, фильмов, сериалов на устройствах предлагать те товары, которые они видят в кадре. Ну, например, знаете, вот этот момент, когда люди начинают очень вкусно, смачно есть. И ты сидишь, смотришь, там, актеры эти едят, и тебе так начинает хотеться тоже с ними вместе съесть эту шикарную, сочащуюся сыром пиццу. И у нас это можно, это просто в один запрос сделать. Говоришь салют, я тоже хочу пиццу, и выбираешь из предложенного ассортимента у наших партнеров. Это какая-то магия, получается, можно остановить фильм и сказать, мне тоже самое, и у тебя будет то же самое. У тебя будет то же самое, причем это касается еды, это касается одежды, которая на героях одета. Ну, и наши маленькие зрители очень любят всякие куколки, там тоже одежду по мотивам каких-то мультиков, которые они смотрят. Но на сессии я рассказывала о применении этой технологии вовне, да, то есть мы ее хотим с наших устройств подарить нашим партнерам, да, и B2B применение ей найти. И нашли уже, я рассказывала про те пилотные проекты, которые мы уже сделали с нашими коллегами с Бермегамаркета, с Ламодой. И это, по сути, позволяет нам дополучить тот CPC-трафик, который мы потеряли с уходом всем известных наших коллег, да, которые как бы... А вот теперь можно его восполнить и восполнить качественно. Как это работает, как работает продукт? Есть медийные площадки, например, Rambler, Шкулев медиа-сервисы, которыми мы работаем. И там размещается всевозможный контент, например, женские статьи про то, что модно в этом сезоне, где купить там классные кроссовки. И мы с помощью нашей технологии распознавания позволяем те фотки и видео, которые есть в этой статье, сразу предложить те товары, которые на них изображены. То есть вы смотрите какой-то, не знаю, там прекрасный лук, который новая актриса там вышла в люди, и вы можете точно так, точно такую же одежду, но только уже на свой бюджет, да, не за предельный космический день, а на свой бюджет купить. И это прямо в онлайне происходит. Все мужчины сейчас немножко ахнули, потому что поняли, что их прекрасные половинки сейчас будут смотреть красную дорожку Каннского фестиваля с ужасом, потому что потрясающие платья, и все они будут найдены, за хороший бюджет и куплены. Увы, дорогие мужчины, у меня для вас неприятные новости, придется раскошеливаться на новый гардероб для ваших девушек. Но есть хорошие новости для нас, как для участников ритейл-рынка, у нас есть шанс на этом заработать у всех, вот, поэтому… Спасибо вам за вашу работу. Нет хода без добра, да. Конечно, девушки будут прекрасны, а мы довольны, что девушки улыбаются. Спасибо вам большое. Спасибо вам за возможность выступить, рассказать о себе, о наших продуктах. Спасибо.